Всем привет! Я тут пропал ненадолго, как вы могли заметить. Как-то не до новых видео было. Да и сейчас не особо много свободного времени. Так что я сегодня буду краток. Итак, начнем. Много раз я слышал от плосковирующих, что гелиоцентризм не работает. Зато модель плоской земли, накрытой куполом, прекрасно работает. Модель, правда, никто не видел, но она работает. Ну так вот, дорогие мои плоскоземы, сейчас я вам расскажу такое, о чем большинство из вас никогда не слышали. Есть такое астрономическое явление, как покрытие. Это когда одно небесное тело закрывает собой другое. Затмение, например, это разновидность покрытия. Но чаще всего говорят о покрытии, когда Луна закрывает собой планету или звезду. Наверняка вы видели эти кадры, когда происходит покрытие Сатурна Луной. И такие события происходят довольно часто. Например, в этом году состоится 10 покрытий планет. 5 раз для Марса, 2 раза для Юпитера и Венеры и 1 для Меркурия. Из них 3 еще не состоялись. Это покрытие Марса в октябре и Меркурия с Венерой в декабре. Так что у желающих есть возможность посмотреть на это своими глазами. Это к тому, чтобы вы потом не говорили, что я все выдумал и занимаюсь подтасовкой факторов. А к чему я это все объясняю, сейчас расскажу. Особенность покрытия в том, что его видно по-разному из разных точек на Земле. И это различие не только легко объясняется официальной гелиоцентрической моделью, но и прекрасно с ней согласуется. Например, июньское от 19 числа покрытие Венеры было видно почти по всей территории России, но момент его начала зависел от положения наблюдателя. Разница при этом довольно существенна. Например, наблюдатели Санкт-Петербурга видят начало покрытия примерно в 11-20 по московскому времени. А для наблюдателей из Нижневартовска Венера в этот момент находится примерно в половине градуса от края диска Луны, а покрытие случится почти час позже. Проще говоря, Луна находится на фоне других небесных объектов, если наблюдать с разных точек на Земле. По странному совпадению, странному для всяких плосковеров, конечно же, эта разница в полградуса примерно соответствует угловой разнице между Санкт-Петербургом и Нижневартовском, если наблюдать с Луной. Вот простая схема, наглядно объясняющая суть разницы покрытий. И кроме того, для наблюдателя, например, из Алматы в Казахстане, которая находится примерно на одной долготе с Нижневартовском, покрытие вообще не случится. Венера пройдет в стороне от диска Луны примерно в 1,4 градуса, но так и не пересечет его. И снова по загадочному совпадению, это примерно соответствует угловой разнице между Нижневартовском и Алматы, если смотреть со стороны Луны. И вот, аналогичная схема, которая это объясняет. А теперь вопрос к плосковерующим. Как вы все это объясните? Будьте так добры, нарисуйте хотя бы схематичное расположение наблюдателей на плоской Земле, Луны, Венеры, а также вашего купола для этой ситуации. Попытайтесь хотя бы как-нибудь объяснить такие сказочные совпадения. Что вы там обычно начинаете рассказывать? Рефракции, рензирование? Давайте проявите фантазию. И дайте угадаю, у вас ничего не получится. Неужели гелиоцентризм снова побеждает в сухую? Подумайте над этим. И в качестве постскриптума пара новостей. Первое. Герекомпас, о котором я говорил ранее, пока даже не в процессе сборки. Пара важных компонентов, к сожалению, все еще где-то в пути. Так что придется еще немного подождать. Наберитесь терпения. Второе. Мой вызов из последнего видео. Глупый и трусливый морячок, известный как Флот Бардак, ожидаемо испугался принимать. Завел свою старую песню, известную многим. Ну, вы знаете, про стримы. И я даже согласился с маленьким условием. Говорю, окей, хорошо, будет тебе стрим со мной. Только будь добр, прими сначала вызов. Видимо, такой поворот он не ожидал и тут же забанил меня у себя на канале. Вот такой вот вполне ожидаемый результат. Надеюсь, у нас в российском флоте не все моряки такие трусливые. И на этой позитивной ноте я прощаюсь с вами. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.